всем привет сегодня пишем пейзаж где большую часть листа занимают облака тема сложная облака как и отражение сложные для письма но для этого мы и здесь чтоб учиться лист по вертикали смочила с двух сторон лист бумаги и дала просохнуть минут пять чтоб сильно не растекалась краска по бумаге и берут именно чтоб не растекалась кисточку она наполовину синтетической наполовину белочка или как говорят и имитация белки и начинаю прописывать светлую часть неба это кобальт и и желтый кадмий желтый они очень разбавлены водой поэтому светлый далее отступаю чуть ниже оставляю белая белую часть вокруг этого пятна цветного начинаю тучку красивую извилистую тучку . цвет лак синий наш известный кадмий оранжевый и можно сюда добавить коричневый но совсем чуть-чуть и начиная вот такими пятнышками начали не спешу прописываю чтоб повторить линии чтобы изгиб был именно такой как у меня какой-то пятнышко будет больше какой-то меньше потом все объединяю в цент в центре и получается такой как цветок . потихоньку перехожу вниз на нет делаю от темных облаков светлым опять возвращаюсь делаю светлую светлую прям прозрачную часть пол полосу и под ней беру уже больше в тот замес наш добавляю больше коричневого получается туча такая серьезная вот из трех таких крупных весовых делений под низом и справа добавляю этот же замес тучи больше холодного лак синим и прописываю все той же кисточкой имитации белки мне шестерочка хотя на ней написано опять повторюсь двойка но она по размеру как шестерка пятерка и прописываю остальную часть до линии горизонта ультрамарин убираю лишнюю краску синтетической плоской кистью размер не важен можно убрать ею даже вообще выбрать цвет до самого листа и сделать какие-то разделения между разделить допустим тучу на две части тоже такой вариант теперь у меня уголок подсох с одной и другой стороны я опять смачиваю ее и уже более плотным обрисовываю аккуратненько тучку вот этот цветочек цветами теми же которые мы имеем прошу прощения за мой голос еще отголоски ларингита но не могла вас оставить без сопровождения здесь оно нужно кисточка сейчас у меня коза отжатая пальцами и поэтому она дает такой красивый мазок как метла и я им аккуратненько прописываю темную часть над этой тучкой цвета замесы разные в этот же замес либо больше лак синего либо больше марса коричневого то есть смотрите по пятну замес все тот же то одного больше кидают по другого цвета вот еще пятнышек наверху сделаю не хватает мне там темных пятен и растушевываю синтетической кисточкой на нет свожу от тучи этой темной к белому светлому ну не белому светлому пятну небо сделала очень мягкие переходы от одного облака к другому я не пишу повторно вот как получается так получается поскольку все таки это небо оно должно писаться в один присест а-ля прима и теперь пишу море море низ у меня не получилось вам заснять я думала что я снимаю как оказалось у меня уже отключился телефон поэтому я вам засниму маленьким отрывком как писать эти волны полностью прокрашиваю кобальтом светлым нижнюю часть и жду чуть-чуть пока подсохнет теперь смотрите вот я вам сейчас покажу на примере можно сказать это как отдельно состоявшийся пейзаж и тут такой быстрый его можно вполне как самостоятельный оставить но для того чтобы объяснить как писать нижние волночки я вам решила повторить на маленьком кусочке бумаги так по кобальту я волны пишу с коричневым отливом то есть тот цвет который мы тот же у меня замес которым мы делали тучи я больше коричневого ввожу и коричневый именно не масс коричневый а убра холодный можно чуть теплее добавьте окруженную и мазки я кладу пологие такие как будто я рисую травку но она более пологая и с пропусками допустим заборчик из трех сделала пропускаю какую-то часть там два еще два маска потом на нет свожу еще они появляются вот в таком духе 3 года получилось у нас по диагонали мы эти этой диагональю даем еще больше направлении этим волнам им движением и сейчас у меня получился более маяк такой нечеткий я его писала уже на оригинале на подсохшие бумаги но принцип письма я вам вам он уже будет здесь понятен то есть беру тот же цвет что в тучках большего коричневого и прописываю маяк и пирс вот этот камни этим цветом мазками крупными с пропусками то где-то виднелось небо позади тонкой кисточкой уже пропишу бордюры там всевозможные турник турники ну естественно я не могу без чаек которые показывают плановость даль прописываем я надеюсь я была вам полезна пишите вопросы предлагайте что будем писать дальше и до скорых встреч vaig а у и и у и у и